Здравствуйте, уважаемые телезрители! Это тема дня, с вами Анастасия Новичкова. 29 марта 2024 года распоряжением губернатора Тверской области Максимов Дмитрий Анатольевич был назначен главным врачом Тверского областного онкологического диспансера. И сегодня Дмитрий Анатольевич у нас в гостях. Здравствуйте! Добрый день! Расскажите, с чего начинался ваш профессиональный путь? Как вообще решили выбрать сферу деятельности именно медицину? В 2006 году я поступил в Тверскую государственную медицинскую академию. Закончив медицинскую академию, я поступил в ординатуру по онкологии. Закончив ординатуру по онкологии, я с 1 сентября 2014 года устроился в должности врача-онколога в отделении патологии молочной железы и кожи. С декабря 2018 года я возглавил данное отделение, и до марта 2024 года я возглавлял отделение. И с 29 марта я возглавил онкодиспансер. Такой мой жизненный путь на сегодняшний день. Расскажите, почему фокусом профессиональной деятельности выбрали именно онкологию? Вопрос очень сложный. На сегодняшний момент я даже не могу ответить на него четко. Но единственное, что могу сказать, что именно жизненная линия, жизненная позиция, судьба так расставляет свои приоритеты и меня направляет. Поэтому я именно здесь, я именно выбрал тот путь и реализовываю те задачи, перед которыми у меня стоит задача, и те цели, которые я вижу, чтобы помогать людям. Прекрасно. Давайте разберем ваш профессиональный путь. Расскажите, с чего именно начали в плане, когда вы впервые переступили порог диспансера, в качестве кого? Порог диспансера я переступил в качестве медбрата. В течение одного года работал медбратом в онкологическом отделении, а затем я поступил уже в ординатуру. Поэтому мое знакомство с медициной еще было в университете. То есть помимо того, что мы обучались в академии, я еще подрабатывал ночными дежурствами. Работаю медбратом в отделении, как я сказал ранее, онкологии. Скажите, сложно было совмещать? Я придерживаюсь тех принципов, что вся ночь на то, чтобы выучить занятия на следующий день. Поэтому сложно, бессомненно, но все равно, как говорили, ночь впереди. Поэтому если есть цель, есть желание, учи и демонстрируй свои знания. Что первоочередно вы сделали, когда вас назначили главным врачом онкодиспансера? То есть за что взялись с первого раза? На следующий день после назначения, это понедельник, в пятницу меня назначили, это был уже понедельник, это, конечно же, утренняя пятиминутка. Пятиминутка всего персонала, врачебного, сестринского, административно-управленческого персонала. Была четко определена стратегия, тактика достижения этой стратегии, определенные задачи, цели, которые мы постепенно начали реализовывать. Конечно же, это и обеспечение лекарственной терапии, оказание высоко медицинской помощи населению Тверской области и города Твери, а также прилегающей области, областям, которые к нам приезжают для оказания медицинской помощи. Не бывает сложных задач, бывает просто время для их решения. Также самые простые действия, это благоустройство территории для пациентов, время ожидания приема в поликлинике, в стационаре. Что бы это проходило? Это ремонт лавочек, покупка новых лавочек. Сейчас планируем еще установку дополнительных лавочек для того, чтобы вид и ожидания наших пациентов проходили. Не стоя, извините, а сидя. Конечно же, в преддверии больших праздников, государственных праздников, также было распоряжение мной, чтобы повесить государственные флаги Российской Федерации, Тверской области. Флаг с символикой онкодиспансера. Так как я патриот и я очень на это обращаю внимание, поэтому для меня это было также очень важно. Также следующий момент, что после зимнего-весеннего периода нужно было привести территорию в порядок онкодиспансера. То есть после зимнего периода надо было убрать сломанные ветки, листву, привести территорию в порядок для того, чтобы тебе не было стыдно находиться на этой территории и помогать людям. Были ли какие-то изменения в плане организации рабочего дня сотрудников? Конечно. Мы дополнительно ввели операционный день, так как я посчитал о том, что... Так как я сам хирург, заведующее отделение, и я понимал, что четырех дней оперировать за неделю недостаточно, чтобы оказывать больше пациентам помощи. Поэтому мы ввели в пятницу дополнительный операционный день. И хочется сказать, что это именно операционный день для малоинвазивных операций. Для тех операций, когда не требуются реанимационные мероприятия. Тем самым, что мы выиграли? Что мы выиграли? Мы выиграли о том, что мы можем большее количество пациентов прооперировать в течение недели, снизить определенную нагрузку с врачебного персонала. То есть нет такого, что мы бежим, торопимся, успеть в течение суток прооперировать пациента, операционных до суток, я имею в виду. Поэтому есть четкое планирование. Конечно же, элемент планирования ввел в том, что с учетом онкологической помощи, оказания хирургической помощи, любая операция, она плановая. То есть мы ее можем равномерно распределить на всю неделю. И тем самым мы стали планировать не на 4 дня, а на 5 дней. То есть преимущество ощутимо такого решения? Количество операций возрастает. А если количество операций возрастает, то получается мы можем оказать высококвалифицированную помощь большему количеству граждан и пациентов. Но тем самым мы не нарушаем эпидемиологические основы работы в операционной. С начала июня в онкодиспансере работает дневной стационар. Скажите, для чего он нужен? Да, еще одно из моих ведений, это ведение дневного стационара при поликлинике. Это нужно для того, чтобы мы могли уменьшить время оказания диагностической помощи пациентам. То есть время сокращается между установкой диагноза и временем начала лечения. У вас богатый опыт общения с коллегами. Сколько сейчас в подчинении специалистов? Когда я был заведующим, в мое подчинение входило 23 человека. На сегодняшний период времени я руковожу 524 людьми. И, конечно же, мы должны понимать о том, что каждый сотрудник он различной направленности. Есть и руководители, есть замы, есть начальники структурных подразделений, есть заведующие, есть сестры, есть санитары, есть уборщицы, есть дворники. И каждому сотруднику нужно найти свой паз, чтобы поставить определенную задачу, построить диалог, выстроить. Но в любом случае для этого нужно не только мое какое-то участие, но и участие большой команды. И на сегодняшний момент мы продолжаем формировать команду в диспансере, которая будет работать как единый целый организм. Сейчас насколько вы оцениваете сплоченность коллектива? Вопрос очень неоднозначного характера. В любом случае смена руководителя, новые введения говорят о том, что нельзя получить результат за один-два дня. Я думаю, что мы к этому вопросу вернемся чуть позже. Через некоторое время мы можем с вами оценить результаты работы. На этой прекрасной ноте мы уходим на рекламную паузу. Не переключайтесь, мы вернемся после. Мы вернулись с рекламной паузы и продолжаем нашу программу. Дмитрий Анатольевич, скажите, ограничены ли ваши профессиональные контакты онкодиспансерам и Тверью? Поддерживаете ли вы связь с коллегами из других, допустим, регионов? Спасибо. Все верно. Конечно же, мы поддерживаем взаимоотношения, взаимосвязь с другими регионами, с другими диспансерами, федеральными центрами. Мы уже определили определенные направления работы, касаемые стажировок, учебы. Всегда хочется сказать спасибо главным врачам из других диспансеров, которые всегда готовы подсказать, как они поступали в той или иной ситуации. Так как есть некоторые вопросы, на которых хочется именно услышать мнение коллег, главных врачей из других диспансеров. Но хочется еще отметить то, что очень многие главные врачи в городе Твери и Тверской области также помогают, также оказывают руку помощи, причем также отвечают на все вопросы. Поэтому я чувствую поддержку не только министра здравоохранения, но и, конечно же, главных врачей других медицинских организаций. Прекрасно. Скажите, что планируете реализовать в будущем? То есть какие планы? Планов очень много. Но главная цель, главная эта цель, это продолжать оказывать высокую медицинскую помощь нашему населению Твери и Тверской области. Также увеличить количество амбулаторных посещений в поликлинике диспансера. То есть снизить длительность записи, очередность. Для этого есть определенные сложности, которые, я думаю, мы со временем будем преодолевать. И сейчас ведется также работа по предложениям, которые будут рассматриваться. И надеюсь, что будут приняты положительные решения, чтобы были достигнуты наши результаты. Спасибо. Как Вы считаете, справляется ли диспансер с наплывом пациентов? Заболеваемость, онкологическая заболеваемость в Тверской области на 15% выше, чем по ЦФО. То есть это говорит о том, что пациентов достаточно. И каждый год количество онкологических пациентов будет постепенно, но увеличиваться, так как у нас увеличивается продолжительность жизни. Это априори, это так и должно быть во всех развитых странах, включаемые и европейские страны, и североамериканские страны. Что хочется сказать дополнительно? Что ведется работа для открытия ЦОПов, и Игорь Михайлович поставил конкретную задачу и Ксения Александровна, чтобы открывать дополнительные ЦОПы в Тверской области, чтобы наше население получало своевременную помощь именно онкологического профиля. А именно мы, Тверского онкодиспансера, оказывал высококвалифицированную специализированную онкологическую помощь. То есть ведется работа не только в амбулатории, но и в лечебном учреждении. Исходя из вашей практики, скажите, пожалуйста, какой средний возраст пациентов, которые болеют онкозаболеваниями? Мы должны говорить, что каждая нозология в зависимости от пола имеет разную градацию возраста. Поэтому нельзя всех людей четко формализировать под какие-то конкретные признаки и моменты. Поэтому если в нашей будущей встрече мы хотим поговорить про какую-то конкретную локализацию, то именно конкретной локализацией и нозологии у нас будет четкий возраст, средний возраст той или иной патологии. К сожалению, болеют и пациенты, которые в возрасте, и молодые пациенты. Поэтому мы охватываем весь спектр возрастной населения Тверской области и города Твери. Какой вы видите свою основную задачу на должности главного врача? На должности главного врача это продолжить оказывать высокую медицинскую помощь, чтобы ни в коем случае не было шага назад, а только шаги вперед, чтобы наш уровень только рос, чтобы мы привлекали достойных специалистов, чтобы мы обучали достойных специалистов, чтобы мы могли обеспечить самым современными лекарственными препаратами иммуно-онкологическими наших пациентов, которые нуждаются в этом. Возможно рассмотреть варианты строительства нового онкодиспансера. То есть сделать все, что возможно для того, чтобы мы могли оказывать медицинскую помощь в достойном варианте. То есть не только качество медицинской помощи, но и условия пребывания наших пациентов. Давайте теперь поговорим про кадры. И скажите, есть ли дефицит кадров в онкодиспансере? Дефицит кадров всегда присутствует в медицине, и онкодиспансер это не обошло стороной. С моей стороны были сделаны определенные шаги, направленные и на целевое обучение, и на увеличение количества мест в ординатуре по специальности онкологии. Нам в этом очень сильно помогает Министерство здравоохранения, медицинский университет. Поэтому мы ждем новые кадры, поэтому нужно определенное время. Как говорится, Москва не сразу строилась, и мы не можем по щелчку привлечь дополнительные кадры. Но в любом случае ведется работа и с врачами, чтобы взять внутреннее совместительство, либо внешнее совместительство, чтобы привлечь дополнительные силы для оказания медицинской помощи. Также это касается врачебного состава. Аналогичной ведется работа и по сестренскому персоналу. То есть устраиваем ярмарки рабочих мест, выезды в районы, встречи с колледжами для привлечения среднего медперсонала в стены онкодиспансера. Вот да, вы сейчас сказали про учебное заведение. Скажите, каков основной источник кадров? Если мы говорим про врачебный персонал, то это, конечно же, медицинский университет, потому что он у нас единственный. Из других областей на сегодняшний момент приезжают единицы. Но приезжают. Что касается среднего персонала, то это все те районы, где есть колледжи. То есть мы не выделяем и мы не работаем конкретно, например, с Тверским медицинским колледжем. Конкретно с ними мы также работаем, но мы не закрываем дорогу другим колледжам. То есть мы работаем и с Киморским колледжем, и с другими колледжами. Поэтому мы ждем обратную связь и мы ждем новых коллег, которые будут с нами трудиться в онкодиспансере на благо нашей общей цели. Скажите, существует ли тенденция наставничества в вашем онкодиспансере? То есть как принимаются молодые кадры? Как проходит процесс вот этой адаптации в коллективе? В каждом структурном подразделении есть заведующие отделение. Заведующие в каждом также отделении есть врачи. Также в каждом структурном подразделении есть должность врач-стажер. И также в каждом отделении есть свой ординатор. Вот сейчас я вам плавно рассказал иерархию любого врача. Поэтому наставничество у нас есть. Есть ответственные люди, которые отвечают за обучение молодых специалистов. Также благодаря Андрею Дмитриевичу Каприну, главному онкологу Российской Федерации, регулярно, два раза в неделю проводится селектор, совещание, где разбираются сложные, очень сложные случаи, редкие случаи онкозаболевания в Российской Федерации, на которой присутствуют молодые кадры и слушают мнение, слушают тактику ведения непростых пациентов. Также есть кафедра онкологии, которая также выделяет своего сотрудника по обучению, по наставничеству за ординаторами. Поэтому все выстроено в этом плане. И, конечно же, хочется сказать, что все зависит не только от тех людей, которые тебя окружают, но и зависит от самих студентов, от самих ординаторов, которые должны ответить сами на свой вопрос. Готовы ли они быть врачами, готовы ли они быть простыми врачами, либо они готовы учиться, обучаться, повышать все время навыки, квалификацию, ездить, путешествовать, путешествовать, обмениваться опытами. И самое главное, все это привносить в свою рабочую практику, для того, чтобы мы могли уже через некоторое время сказать, что не обязательно ездить в федеральные центры. Мы можем полностью обеспечить всем необходимым лечением у нас в городе. Мы поговорили про молодые кадры, и в связи с этим есть вопрос, насколько остаются у вас требованными уже взрослые доктора, то есть возрастные, так скажем, которые уже много лет отдали профессии? Конечно же, востребованы. Моя тактика заключается в том, что пройдет немного времени, и мы тоже будем старше, и также придет на пенсионный возраст. Мы ни в коем случае не должны отказываться от таких профессионалов. Они всю свою жизнь отдали медицине. И как раз их опыт очень важен не только для молодых специалистов, но они эксперты в своем деле, то есть в своей нозологии. Они могут подсказать тот или иной вид лечения, ту или иную тактику лечения. Поэтому они нам очень нужны, поэтому мы ждем от данных врачей тоже активность, понимание. И, конечно же, есть прекрасная пословица, что уступи местом молодому, но мы не будем забывать, что именно возрастные доктора, это тот, у них тот пул знания, с которыми они напрямую должны делиться с молодежью. И если у нас не будет такой преемственности, то нельзя сказать, что нас ждет успех завтра. Нет. Поэтому мы должны не только встречать молодых специалистов, но и достойно провожать тех специалистов, которые всю жизнь отдали профессию. Спасибо. Дмитрий Анатольевич, мы поговорили с вами о ваших планах как главного врача. Может быть, вы поделитесь какими-то личными планами на ближайшие, допустим, месяцы? Ну, личный план у меня поехать на коллегию главных врачей онкологических диспансеров, чтобы лично встретиться, поговорить, обсудить тонкости, детали, нюансы, как правильно выстроить ту или иную работу в диспансере, как это выстроено в других диспансерах. То есть, простыми словами, обменяться опытом. Это первое. Второе, наверное, к своему сожалению, я до сих пор не был в Оржеве. Очень хотелось бы, чтобы организовать эту поездку с семьей, посмотреть на наши достопримечательности, на красивый памятник, на красивую архитектуру, которая была подготовлена, создана. Поэтому обязательно надо постараться реализовать это в отпуск, либо в выходные дни. И третье, что я хочу сделать, это начать работу в написании докторской диссертации. Я считаю о том, что практическая деятельность и научная деятельность должны идти параллельно друг к другу, что не будет успеха в практической деятельности, если нет научной базы. А именно научная база, то ли это диссертация, то ли это стажировки, кто как рассматривает свое направление, дает определенный импульс для развития практической деятельности в регионе. Поэтому я считаю, что это направление тоже надо развивать и идти в это направление. Спасибо. Ну что ж, на этой прекрасной ноте наша программа подходит к концу. Хочется поблагодарить вас, Дмитрий Анатольевич, за то, что нашли время. Дмитрий Анатольевич приехал к нам в студию прямо с операции. Спасибо, что рассказали, как работает, устроена работа онкодиспансера, какие планы на будущее. Это было очень интересно. Это была программа «Тема дня». До новых встреч. Спасибо.